Тренировку не может сделать, смешай у кого, кто болеет, есть? Хадивич, есть вопросы? Хорошую разминку и хорошая ОФП, потом у нас будет парная, мы распределим. Подготовка идет в очень хорошем темпе, в хорошем режиме. Здесь в основном попали ребята, которые отобрались на первенство России, которое должно было пройти в конце этого года, но, видимо, по сложившимся обстоятельствам первенства, скорее всего, не будет. И все равно я решил провести сбор, чтобы ребята потренировались и почувствовали вот эту атмосферу. Потому что среди младших юношей никогда не проводили сборы. И я зашел, попросил руководство, это министерство, и они заложили сбор среди младших юношей. Я сказал, у нас резерв должен расти, потому что они наше будущее. И если резерву не уделят внимания, потом будет тяжело. И они пошли на встречу, сделали сбор. Ровно две недели у нас запланирован сбор. Мы заехали сюда 8-го числа. И закончится 21-го, в субботу уже разъедемся. Осталось всего несколько дней. Без травм ребята нормально поработали. Поколение растет очень хорошее. Так что резерв у нас всегда есть. А резерв находится вот на ваших глазах. Вот здесь они все проходят через нас. Я вот уже четвертый год работаю. И уже кто у нас в юношах, уже и в взрослой команде почти в тройку попали. И буквально пару лет, и они тоже будут представлять нашу республику на международных стартах. По взрослым и среди юниоров. По ковру ребята очень соскучились. С таким азартом тренируются, с таким желанием. Много ребят, которые подключились. И местные ребята здесь, и со школ разных приезжают на схватки тренироваться. Желание огромное у ребят здесь побывать на сборах, побывать в этой атмосфере. Между собой общаются с разных городов, районов нашей республики здесь ребята. На схваточные дни приходят 70-80 человек бывает. А так в основном на сборах, да, около 50 человек ребят заселились и живут, кушают. Все меры предосторожности у нас имеются. Дезинфицирующие средства. Обязательно всем говорим руки мыть. Все как положено. Все соблюдаем, стараемся соблюдать. Перед тренировкой всех ребят измеряем температуру в день два раз, утром, вечером. Аль-Хамду-Лилля, что, ну, ребята ни один вроде не заболел, не протемпературил. У кого-то горло чуть першит начало, сразу сделали лечение и нормально. Почти целый год они без соревнований. Это все-таки отпечаток какой-то накладывает. Какой форме они подходят? Они между сборами тренируются. Как вы следите за их состоянием? Ну, среди старших юношей, можно сказать, у нас прошло все, все, что возможно. Кроме международных стартов, то есть это кроме первенства Европы и первенства мира, прошло все у нас. По календарю, по плану у нас прошло и первенство Республики, и первенство СКФО, и первенство России. Мы прошли три учебно-тренировочных сбора и в горах, и на море, и в Москве. Только не сделали старта. Я думаю, существенного такого какого-то там минуса не будет для ребят. Это все в равных условиях. Вот и чемпионат России тоже показал, что полгода старт никто не... И взрослая команда, и все были в равных условиях. Но наша команда выступила очень хорошо. Так что, я думаю, никаких таких больших проблем не будет с этим. У нас тренера, личные тренера школы, всегда ребят держат тонусы, работают индивидуально и в группах. Поэтому у нас ребята, кто в сборной, и на связи, и на все сборы собираем. И вне сбора тоже. Как, что, обстановку узнаю, кто травмирован. Смотрю сейчас в соцсетях, на всех я вижу в этом инстаграме. У кого что, кто болеет, я сразу спрашиваю, что, как. Ну, нормально, со всеми на связи. Большинство ребят хороших, которые выиграли первенство России в этом году среди юношей, так и не попробовав себя на международной арене, они уже переходят в юниоры. И, я думаю, большое такое будущее есть у этих ребят тоже, которые в этом году уже уходят от меня. Ну, есть ребята, кто и остается тоже. Тоже неплохие ребята. Надеемся, в следующий год они покажут себя также на первенстве России. И, надеемся, с этой обстановкой будет в следующем году полегче. И проборятся на международных стартах. Анзор Кимботом с главным тренером сборной России. Постоянно мы на связи. Так что он информирует какие-то что-то, изменения какие-то. Если что, мы будут разращены какие-то старты. Мы сразу уедем с командой. Проборемся, если даже не мир Европы, а какие-то другие международные турниры среди юношей. А если его сейчас отпустишь, что будет? С отмечением мозга. Хорошо кататься, да? Нормально. Это упражнение как называется? Газонокосилка? У тебя проезд сколько стоит? У меня 20 рублей. Что в ближайшее будущее юношеское, младшие юноши, старшие юноши? Какие у вас планы на ближайшее будущее? Будут еще сборы? В этом году, скорее всего, нет уже, потому что остался декабрь только. Нету запланированных никаких стартов. Ничего нет. У нас уже, ну, остается до нового сезона, остается всего ничего. Два месяца уже с января начнутся первенства республики. Уже в феврале у нас запланировано первенство СКФО. Поэтому остается всего ничего до нового сезона. Хочется, чтобы новый сезон начался полным масштабом, да? Чтобы это всего, как-то все это остановилось. И мы смогли участвовать. И календарь, который у нас расписан, чтобы мы могли по календарю работать и участвовать во всех соревнованиях. Тренировка завершилась. Все довольны. Продолжение следует...